Никакого ажиотажа. Телефон горячей линии для алтайских туристов, которые отдыхают в Египте или только собрались в эту страну, так и не раскалился. За три дня на него позвонили не больше 20 раз. В основном это те, кто планировал путешествие и уточнил, правда ли купить заветную путевку, теперь нельзя. Те, кто уже греется на пляжах Египта, за помощью не обращались. На то, что ситуация не критичная, сработало отсутствие прямых перелетов с Египтом из Барнаула. У нас ближайшие вылеты это чартерные рейсы из Новосибирска и регулярные чартерные выезды из Москвы. По данным туроператоров, сейчас в арабской стране отдыхает чуть меньше ста жителей Алтайского края. Как таковой эвакуации их с курорта не предусмотрено. Они прилетят на родину в те дни, которые были прописаны в путевке. Основная часть 11 ноября. Единственное изменение – домой отдыхающие вернутся без багажа. Чемоданы будут доставлены позднее. Из Египта в Новосибирск их переправят бортами МЧС, а затем прямо домой туристам сумки привезет Почта России. Есть информация, что туристы смогут провести в ручной кладе не 5, а 10 килограмм. Все нужные и ценные вещи смогут взять с собой. Пострадавшими в этой ситуации остаются те, кто заранее забронировал тур в Египет, но вылететь на отдых так и не смогут. Таких в регионе около 120 человек. Туроператоры предлагают им отправиться на другой курорт или забрать деньги. Туристы с Алтая в основном предпочитают не отказываться от отпуска и вместо Египта готовы полететь в Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Впрочем, у тех, кто хотел провести в Египте новогодние праздники, могут возникнуть сложности. Нужно спешить перебронировать, потому что времени осталось очень мало. Если это какие-то другие страны, то на Новый год обычно места бронируют заранее, и поэтому может не быть того, чего хочет человек. В выходные несколько западных СМИ сообщили, что российский самолет, потерпевший крушение в Египте, мог рухнуть в результате теракта. И хотя эта информация не подтверждена официально, россияне, видимо, согласны с мнением правительства и решили, что лучше не рисковать. По крайней мере, в Алтайском крае не возникла ни одной спорной ситуации в связи с запретом на полеты в Египет. Телефон горячей линии в основном молчит.